Добрый вечер! Сегодня я хочу поговорить о космической истории человечества, потому что наше население, оно вообще считает, что это из области фантастики, но в реальности, даже по тем немногим оставшимся сведениям, это все реально, все это было, и причем не так давно, но мы еще борозили просторы космоса, не только космоса, наши чудеса света были распространены и известны во многих светах, потому что свет это более чем космос. Но предварительно надо немножко поговорить о строении нашей и Вселенной, и нашего космоса, и света, и мироустройства, чтобы понимать вообще, где мы находимся, больше 100 людей, этот вопрос вообще не интересует. Тем более у нас сейчас уроки астрономии изъяли, запретили, но не только в России, во многих странах, практически во всех, закрыли обсерваторий, ну потому что готовится переселение человечества на вот эту подогнанную, но она не подогнанная, а так и летает, это Нибиру, которая летает сразу вокруг двух звезд Солнца и Альфа-Центавра. Перед этим летала Немезида, куда переселили в свое время цивилизацию Исполинов, ну это условное название Исполинов, там их много было, у нас люди жили подолгу, и пока они живут, они продолжают расти. Но это такая была система бессмертия у нас, система режима дня, ну и прочих традиций, которые, в общем-то, не прекращали рост, потому что есть системы, когда люди не растут, ну разумные существа, тем не менее, остаются бессмертными. У нас было, наверное, было связано с ростом. Ну а то, что у нас было много, вот этих вот людей разных, вот это и Могуты, и Могучане, и Великаны, и Верзивы, и Вилеты, и Волоты, то есть вот названия их, ну там порядка двух десятков, это все были разной возрасты людей, ну они росли. И вот когда победили Гекотанхейров, у нас вообще первая цивилизация, но она самая такая важная, потому что у нас было в реальности до апокалипсиса семь царей всего, семь царей, которые, ну и оно называлось Семицарствие. И оно, в принципе, осталось и в Вавилоне, ну вавилонской истории, которую я когда-то читал, да, потому что ее очень хорошо переделали сейчас. Вот там тоже было Семицарствие, ну и в России тоже Семицарствие осталось. То есть у нас три Василья, три, четыре Ивана. То есть тоже Семицарствие, оно сохраняется. Но Иван IV, который нам известен как Переслав, он в реальности, в общем-то, был последним царем. Последним царем, которого тоже, в общем-то, убрали. Так вот, мы сначала рассмотрим строение нашей Вселенной, ну космоса, ну света, и потом идет мироустройство, ну и потом идет мироздание. Ну мироздание, оно как бы просто название, а оно совокупно всех этих мироустройств, их много в реальности. Не надо думать, что мир, Вселенная, вот она бесконечна. Ну это, во всяком случае, раньше так говорили, да, и она ограничивается, наше, так сказать, пространство, ограничивается только вот этими параметрами. В реальности параметров много. Соответственно, и много всевозможных мироустройств. Вот у нас в нашей Галактике входит 400 миллиардов звезд. 400 миллиардов, вдумайтесь в эту цифру. Это 9 нулей миллиардов. Ну для того, чтобы представить вообще, мы же не работаем с такими числами, но 400 миллиардов. Ну давайте сначала разберем, какие вообще числа у нас были, ну и есть. Вот сначала идет 1000, 3 нуля, потом идет миллион, это 6 нулей, потом идет миллиард, 9 нулей, потом идет триллион, 12 нулей, потом идет кварталеон, это 15 уже нулей, пенталеон, это уже 18 нулей, потом идет сексталеон, это 21 нулей, септалеон, это 24 нуля, потом окталеон, он у нас 27 нулей, дальше идет ноналеон, это 30 нулей, и децалеон, это 33 нуля. Вот такое, значит, исчисление, оно, в общем-то, у нас было принято. И название это считается греческими, да, название этих цифр. Но греческий язык, это в реальности жреческий язык. Это наш язык. Потому что грецы такой, страны в реальности не было. Я об этом много говорил, и об этом говорят и много хронологи, что, в принципе, греческой цивилизации, как таковой не было. Ну, тем более, который там так много лет. Все это было во времена средневековья, так называемые. В этом начал говорить в свое время Морозов Николай, ну, а потом уже наши новохронологи Фоменко и Носовский. Вот эти были числа. В нашей галактике 400 миллиардов звезд. Понятно, что мы все друг друга не знаем. И то, что вот наша галактика, и она, в принципе, была в какой-то степени подчинена именно земной конфедерации, потому что у нас люди были бессмертными, не только бессмертными, но они еще и могли размножаться. А дело в том, что когда размножение начинается, у нас, я уже говорил, что по счету достаточно дают большую цифру одна пара, если она, даже двух только человек родить за тысячу лет, да, они потом дадут тоже по два человека, тоже за 25 лет. Но поскольку они и дальше размножаются, так вот, одна только пара может дать 400 квартарионов человек. У нас в галактике 400 миллиардов звезд, а у них там по 20 планет, ну, это как минимум, а так может и больше быть. И поэтому у них, если умножим на 2400 миллиардов, то получается 8 триллионов планет. Понятно, что на каждой планете может быть цивилизация, и может не одна быть, ну, как пример наша планета, здесь очень много цивилизаций в реальности, особенно микроцивилизаций. И вот, представляете, эти цивилизации, понятно, они не могут знать про друг друга, ничего. Ну, какой можно сделать информационный центр, который бы освещал, значит, дела разных цивилизаций. Естественно, это немыслимо, потому что, если мы начнем освещать, да, и про всех хотим рассказать, то это займет 7 миллионов 350 тысяч лет, тратя всего 30 секунд на одну цивилизацию. Знают только те, которые с друг другом контачат. И вот наша цивилизация, поскольку она и была бессмертной, наши члены нашей цивилизации были и бессмертны, и они размножались, понятно, это была экспассивная цивилизация, и она, естественно, распространялась. Мы осваивали планеты в нашей галактике, мы создавали планеты в нашей галактике, и поэтому у нас, вот наша цивилизация, и Земля называлась Семля, Семя. То есть, это Семя, которое рассеяно по многим галактикам, не только нашему, осваивали, и мы не только освоили галактики нашей Вселенной, мы освоили и космос. А космос – это много Вселенных, параллельных Вселенных. И поэтому, когда Владимир вводил православие, то есть, он вводил перевоплощение, то есть, он уходил от бессмертия и заменял его перевоплощением, с последующим перерождением, да, у нас многие цивилизации приняли русский язык. Ну, в принципе, и был распространен. И поэтому в галактиках вот словесный язык в основном древнерусский, ну, или старорусский, потому что он не такой уж и старый. Нам просто в годы революции очень сильно поменяли язык. А так, в принципе, на русском языке можно со всеми цивилизациями, имеющие антропоморфный вид, всегда встретиться и переговорить. Так вот, у нас 400 миллиардов звезд. Это галактика. Галактик, они тоже объединяются. Большую систему, которая называется метагалактика, так в ней, в метагалактике, насчитывается триллион галактик. Вы представляете, триллион 400 миллиардов в каждой галактике, это звезд, ну, около, плюс-минус. И таких систем триллион. Это наши астрономы вычислили. Я ничего не придумываю. Но у нас метагалактика, это тоже не последнее слово. Она еще объединяется в большую систему, которую сегодня наши астрономы называют супергалактика. Но если в нашей метагалактике триллион галактик, получается, что в супергалактике должно быть ну, как минимум, триллион метагалактик. а их в реальности больше. Потому что вот сравниваем порядок 400 миллиардов звезд в галактике, а в метагалактике триллион галактик. То есть на три порядка выше получается, что в супергалактике должно быть кварталион, не триллион уже, а кварталион метагалактик. Ну, представляете величину. Ну, супергалактика это как бы современное название, а мы можем перейти на экстрагреческие названия, нуржические названия. То есть не метагалактика, как сейчас говорят, барогалактика, если говорить вот санскрит, ну, гречески это тоже самое. Ну, и пара это тоже у нас слово в русском языке сохранилось. Потом трета галактика, это супергалактика, потом кварта галактика, а это уже идет штыр, то есть после супергалактики. Потом пентагалактика, сектагалактика, септагалактика. Окто-галактика, ноногалактика, ну и децогалактика, ну на этом можно остановиться. В принципе, Вселенная, она все время расширяется, но не в смысле полета, как сейчас говорят, да, потому что галактики всегда куда-то движутся, но они движутся вокруг центра обычно. Ну вот, например, наши звезды, наши галактики вокруг так называемого центрального галактического Солнца. Ну в реальности это много звезд в центре галактики, и там очень жарко, жарко и очень ярко. И там процветает кремниевая, серная и фосфорная форма жизни. Потому что вот на окраине нашей галактики, где мы находимся, здесь светло и тепло в реальности. Если бы вот не погибли те планеты, которые вращались за Нептуном, за Нептуном вращалось 27 планет. Ну у нас было, в сказках осталось, за 3-9 земель отрежу 9, это 27. Ну и потом пришлось, поскольку планеты были взорваны, возникла пыль, и у нас мы стали изолированы от света галактики. И поэтому у нас наступили похолодания, которые мы знаем как оледенение ледниковой периоды. Ну их было у нас 6 штук, 6 оледенений. Потому что мы начали гнать наши планеты, те, которые остались, осталось 7 планет, сначала взорвали только 20. Но это те, которые не приняли ультиматум совета света. Перейти с бессмертия на перевоплощение. Совет света это, ну это понятно, это не вселенная и не космос, это еще большая система. И этот совет принял решение нас, ну или образумить, но в общем-то пришли к поводу, что нас надо уничтожить. Потому что мы этот ультиматум не приняли. Ну вот Иван IV, он его не принял. Ну и вот мы поплатились. 20 планет у нас было уничтожено. И поэтому все другие планеты космоса, землян приняли перевоплощение и православие. Ну и поскольку у нас было 6 вот этих планет, ну больших планет, но это имеется в виду Ньюпитер, Сатурн, Уран, Нептон. Ну да, их 4 сейчас осталось. Их было 6. Потому что между Сатурном и Ураном там нет одной планеты. Это Прозерпина, который до сих пор учитывается у нас в астрологии. И между Ураном и Нептоном тоже нет планеты. Это Ринда, который, в общем-то, известен у нас на Земле. Это и река, это и легенды, оставшиеся о нем. Но это не просто планеты, это планеты Солнца. Потому что у них такое же химическое строение, как и у Солнца. Вот все звезды Солнца, да, и планеты Солнца, они имеют происхождение совершенно иное, чем наша планета. Планеты имеют происхождение чисто механическое. Потому что вот создается комбомерат частиц, которые притягиваются по каким-то причинам, соединяются, ударяются, слипаются. И всегда возникает, ну, типа шарика, который имеет эксцентриситет. То есть он не чисто шарик, он вращается, но из-за того, что там не идеальная форма шара, он начинается еще вращаться по орбите, то есть вокруг некоторого центра. А потом, когда возникает там жизнь, на этом кусочке, да, а она возникает обязательно, поскольку это атрибут материи, она живет, она умирает, а там всегда есть эфир. Вот в жизни, вообще всегда в живом есть эфир. И он, это же легкая составляющая, она всегда оказывается в центре. Вот этой орбиты, которая вращается. И поэтому там возникает, ну, маленькое солнышко. И вот это солнышко по мере, значит, роста этой планетки, да, там пыль-то и царится. Пыли много у нас в космосе, и в нашей Вселенной, нашей галактике. И, собственно говоря, вот именно по пыли мы можем всегда определить возраст. То есть возраст той же нашей планеты, Земля, не 7 миллиардов, не 5 миллиардов, как нам рассказывают, а как минимум 4 кварталиона лет, это вот по выпадению пыли. То есть вот 4 кварталиона лет, это только с того момента, когда наша Земля была размером с Марс. И вот за 4 кварталиона мы приобрели вот сегодняшние размеры. Это как раз, когда выпадает пыль. Ну и вот, почему летниковые периоды? Ну, потому что нам пришлось перегонять вот эти 7 планет оставшихся, перегонять в район зоны Солнца. А тут было 6 вот этих планет, Солнце и само Солнце большое. И мы гнали, у нас вот 30 км в секунду, да, у Земли. У Меркурия 45 км в секунду, у Венера 35, у Марса 24, а у Нептуна всего 5 км в секунду, а за ним еще меньше. Ну и вот мы гнали. Погнать-то несложно. Это просто взрыв направленный сделать мощный. И именно направленный с орбиты. Любая планета может сойти и лететь туда, куда мы ее направим. Ну и вот она, эти планеты были изменены в траектории их полета и были направлены в Солнечную зону. Ну и вот они прилетели. Ну потом вот у нас осталось 4 планеты, потому что 3, которые сейчас пояс астероидов создали, они были уничтожены. Это как раз вот. Планета Раху, Кета и Балта. Они учитываются у нас до сих пор и в астрологии. С Кету, Раху и Балту, с них народ бежал на Землю и живет до сих пор. Это Прибалта и Балты, это Кеты, живущие в Красноярском крае, их чуть больше тысячи осталось. Рот-Рух, не живущий в Эстонии, их чуть больше сотни осталось. Ну и вот осталось 3 планеты, которые были взорваны. Но они за Марсом создали вот этот пояс астероидов. Ширина этого пояса как раз одна астрономическая единица. Это 150 миллионов километров. То есть фактически туда умещается 3 наших планеты. А у нас все планеты земной группы располагаются относительно Солнца через каждые 50 миллионов километров. Ну и вот они всем так располагались, но не дотягивали до Юпитера. Ну и вот нас уничтожили 3. Немножко отвлеклись, а нам надо, в общем-то, сказать о строении нашей Вселенной. Так вот, супергалактика, да, на которой мы остановились, да, она должна иметь уже кварталеон метагалактик. Ну, по налоге. Галактика-метагалактика. А вот уже квартагалактика должна иметь пенталеон квартагалактик. Соответственно, пентагалактик уже будет фекста. Галактик иметь. Ну и так далее. Вы можете уже сами вычислить, как это было, как это может быть. Но у нас, помимо, так сказать, нашей видимой Вселенной, которую мы видим, был космос, то есть невидимое образование. Ну, к невидимому что можно отнести? Ну, во-первых, у нас вот атомы, молекулы, молекулы, там, соединения всякие химические, они, ну, то есть сами атомы, молекулы, они имеют плотность. Ну, вот если у них плотность у самих вот этих образований понижена, они становятся для нас прозрачными. Вот все, которые астральные, там, ментальные миры, ну, это эфир. У него плотность другая. Внутренняя плотность самого атома другая. Поэтому они для нас прозрачные. Хотя они, это те же самые люди, те же самые животные, но они вот имеют такую вот плотность, разжиженную, то есть меньшую. А этих плотностей, ну, целая шкала. Может быть, естественно, да. Но это не беспредельные. Но они, в общем-то, здесь присутствуют. Вот эта тонкоматериальная материя, которую, кстати говоря, можно сделать и нормально, то есть перевести в наш мир. Но есть просто тонкоматериальные сущности, которые стали тонкоматериальными только из-за того, что они изменили угол орбит атомов и молекул. Каждая орбита, она имеет ось. Если в эту ось измените на 3,3 градуса, она перестанет с нами взаимодействовать. Таких вот тоже вот как раз угловых миров 162 тысячи. Потому что у нас, смотрите, 3,3 градуса, это получается, ну, разделим 360, ну, 360 нельзя делить, надо 180 только брать на 3, но это получается 54, а в кубе получается 162 тысячи. Только угловых миров здесь существует. Они тоже относятся к нашей Вселенной. Вернее, они уже относятся к нашему космосу. А у нас еще есть хронологические миры. Хронологические и самозарождающиеся миры. Или размноженные миры, лучше их назвать. Потому что у нас вообще размножение, оно заложено как атрибут материи, саму материю. И поэтому у нас размножаются не только животные люди, растения, микробы и так далее. Размножается материя, размножаются кристаллы. Мы знаем, что они размножаются почкованием. Но об этом как бы акцента особого не делается. Размножаются и размножаются. Но есть просто, они удваиваются. Просто явление удваиваемое. То есть, это тоже размножение, но несколько иное. Так вот, у нас получается, что и планеты могут размножаться, и звезды, но достаточно редко. Но у них другая чистота. И они как бы не связаны с событиями. Они зависимые. Но их тоже можно размножить искусственно. Звезды, они светят сразу всем миром. А вот планеты, они размножаются. Биосфера размножается. Человечество размножается на планетах. Но я об этом тоже много рассказывал в своих вебинарах и семинарах. Тем более, фактов такого плана достаточно, чтобы как бы не оспаривать и не спорить с этими фактами. Ну и потом ведь видите, ну я тоже вот это сказал, размножение происходит. И главное, что мы переходим периодически в другие миры, в размноженные миры. И это как раз связано, когда два зеркала друг напротив друга, и можно перейти в другой мир. Но в размноженные. А там мы. У нас, почему-то я говорил, что в принципе эти размноженные миры, они нас окружают. Мы с ними как бы в прямую-то не связаны, но попадать туда можем. А почему они существуют? Откуда такой вывод? Ну потому что космолавты, когда выходили на орбиту, они видели, что параллельно им там сотни других кораблей, и в иллюминатор смотрят они, его двойники. То есть получается, что события-то идут одинаковые в этих мирах. Но из-за того, что там происходят какие-то сбои, какие-то поля воздействуют, там они могут или ускорять вот эти вращения орбит атомов, молекул. И возникает, собственно говоря, то, что мы называем временем. То есть не они медленно все вращаются, только и события идут медленно. А если одна молекула вращается быстро, то есть они в будущее возникают. И поэтому на этой орбите вокруг центра галактики, а Солнце у нас облетает этот центр за 24 тысячи лет, потому что по 2 тысячи лет на одно созвездие зодиакальное тратится за эти 24 тысячи лет, а не 250 миллионов, как нам рассказывают, получается, что эта орбита Солнечной системы, она своеобразная хроника, потому что там везде возникают вот эти наши планеты. и, соответственно, значит, события. Мы вот по этим хронологическим мирам тоже можем путешествовать. Но у нас еще, в общем-то, в 19 веке такие путешествия состоялись. Во всяком случае, все те сегодняшние названия оставшиеся, которые связывают, значит, с какими-то... Ну, там, телега, что это такое, какое-то недоразумение, там, пролетка, там, да, все-то, одноколка, там, двуколка. Вот это в действительности путешествия по разным временным мирам. Ну, нам сейчас говорят, что это вот на конях, там, телега, это вообще телепередача, ига, это дорога, аппарат телепортации. Пролетка, но у нас с летательными функциями связана, но никак не с движением по земле. Точно так же там драндулет, кабриолет. Это же название тоже, которое указывает на полеты, а не на то, что значит это какая-то колымага. Хотя колымага это тоже в реальности аппарат для перевижения во времени, причем по многим мирам. Так вот, все вот эти хрономиры, которые по плотности наших элементов разные, тоже к нам относятся, это все космос. Космос, угловые миры, естественно. А вот уже перпендикулярные миры, перпендикулярные миры, это, ну, у нас, вы знаете, к одной точке можно провести три перпендикуляра. Ну, в реальности можно провести сколько угодно, просто мы их не видим. сколько угодно можно провести этих перпендикуляров к одной точке. Ну, есть работа, которая говорит, что вроде только шесть можно провести, но эти ограничения у нас только ведь в голове, в природе этих ограничений нет. И в реальности можно, в общем-то, говорить о бесконечности параллельных миров, поэтому можно говорить о бесконечности космосов. и вот космосы тоже, они образовывали так называемый свет. И светов тоже может быть много, потому что тот же самый эфир, он имеет разную частоту. У нас, ну, сейчас только об родном эфире говорят, а у нас говорили о флагистоне, говорили об акве, дальше об аэре, ну, потому что это как бы разная частота, которую, в общем-то, назвали огнем, землей, воздухом, водой. Ну, то, что у нас, в общем-то, существует на Земле. Но эфиры сами по себе тоже делятся на эти вот четверки, они, частоты там увеличатся, и поэтому у нас получается, что светов тоже много. Видов светов много, и они образуют мироустройство. Вот, а мироустройство, оно тоже не одно, оно тоже меняется, там много других параметров, про которые мы даже можем и не знать. А вот все мироустройства, которые есть, причем они тут же все существуют, это уже есть мироздание. Ну, и дальше, может быть, и дальше есть деление, ну, нам, в общем-то, об этом знать и не нужно. Мы же все общаемся, вот, здесь, в нашей галактике, ну, рядом, Магелланова, допустим, облака. Ну, только мы знали два раньше, да, сейчас уже больше двадцати открыли этих, ну, это галактики, которые вращаются вокруг нашей галактики, наши спутники. А почему Магелланы? Ну, Магелланы, потому что это в реальности было тоже царская династия, которую, в общем-то, ну, она получилась в результате соединения ланов, ланы, это, в принципе, гуты, соединения ланов и наших царей, ну, в данном случае это был Иван Молодой, ну, он в истории у нас обозначен, Иван Молодой, то, что он вышел, женился на год, да, вот, пошла династия Магеллана. У нас было две царские династии. Ну, нам говорят, что у нас рюрики, но это свист. Рюрики в реальности это птицелюди. Птицелюди на сегодняшний день нас командуют на земле. Ну, они здесь вот орионцев подставили, песеглавцы, которые на Антосирис тоже подстали, там тоже песеглавцы от них идут. Потом там, значит, идут анты, ну, анты в свое время там получилось так, что Владимир, которого сейчас князем называют, но он цесаревич. Цесаревич, то есть он сын царевича, и поэтому он женился на принцессе Византии, и они получили статус возможностями цезарей. Во всяком случае, песеглавцы все, там у них цезарь. ну, потом, когда Владимир объявил войну Римской империи, песеглавцам песенагам, вот, фактически, у них же был триумфират, анты, песенаги и песеглавцы, ну, а Владимир объявил войну такую, и, в общем-то, получилось, что антов выкинули из этого триумфирата. Ну, когда объединил Владимир Византию и Русь, он создал Русь, и потом объединился Византию, когда женился на Анке, на Анке Анне, ну, то есть, принцессе, создав теперь Великую Руссию. А она, в общем-то, потом скинула Владимира. Ну, они были против войны с песенагами и песеглавцами, но, тем не менее, они, в общем-то, провединились перед Римской империей. Вот. И вот тут получается, что Владимир, когда нам предъявили ультиматум, чтобы мы перестали быть бессмертными, перешли на перевоплощение, и Владимир послушался, и он перешел на перевоплощение, но он был в реальности, внуком Ивана Грозного. Ну, Ивана Четвертого или Переслава. Это все одно и то же лицо. Хотя, нам говорят, что от него там Ярослав родился мудренно, но там хронология вся попутана. в реальности и Иван Грозный, и Владимир, они все жили вот в средние века, никакие там не 12-е, не 11-е, вот не 13-е века, в то время еще был рай на земле. И все эти события происходили буквально, а нам эту историю вообще очень здорово переврали. Первое переврание было это времена эспоринов, потому что нас, когда, значит, произошел апокалипсис, мы же не приняли, разрушили нас планеты, не приняли перевоплощение. Потом произошел Армагеддон, большая вода в переводе на современный язык. Вот были потопы, потому что у нас образовались океаны, у них не три километра как сейчас, а сорок километров была глубина этих океанов, потому что у нас же сначала это гранитный слой, а потом базальтовый. Вот гранитный в среднем сорок километров. Вот он нет под океанами, а есть только базальтовый слой и осадочные породы. А они появились именно для того, что механически эти дыры заделывали, но гранита уже не было. Ну, а вот брали слон и потом они еще брали с океанита. Океаниды у нас тоже были разрушены. У нас потому что океанид где-то около трех тысяч было. Это небольшие планетки, малые планеты, которые были заселены тоже. Их было три тысячи. Они океанидами назывались. они называются. у нас когда создавали греческую мифологию, а греческую мифологию создали на базе погибших планет. есть из имен погибших планет, значит, спутников планет. Ну, из всего, что у нас было. Вот создали греческую мифологию. И вот океанидами уже мертвые были погибшие. Вот ими заполоняли вот эти дыры океана. и поэтому там осадочные породы и базальтовый слой. Ну, базальтовый слой понятно. Он смешан, получается, с нашими осадочными породами. Так вот, Владимир, для того, чтобы нас не уничтожили, у нас была священная книга, называлась она «Канон». Вот этот канон, он его превратил в Танаху. Он вел перевоплощение. Ну, и как перевоплощаться, как, значит, следить за теми, кто перевоплотился обратно, чтобы они снова здесь рождались, снова, значит, росли, там, постигали, ну, потом снова умирали. Ну, то есть, это идеология перевоплощения, идеология смерти. Ну, и Владимир, он был умеет шестветь, смотрите, уничтожили 20 планет. Это те, которые не приняли перевоплощение. Но он вел перевоплощение. Ну, а потом, когда начались вторжения на Землю, вторгались у нас ведь очень много в космосе цивилизации однодневок, у которых вообще нет богов. У нас все-таки было 70 тысяч богов. 70 тысяч богов, которые, в общем-то, Владимиру пришлось отменить, и он сделал всего 6 богов. Владимирский пантеон, это 6 богов всего лишь. Но его заставляли убрать всех богов. Но он как-то смог упросить и оставил только хотя бы одного. Ну, и оставили ему одного бога, хотя это уже безбожие. Но, тем не менее, мы были этому до сих пор живы в реальности. Но после того, как он начались все эти торжения, и Владимир, который нам представлен как крестовые походы за кровом Господня, но все эти торжения были связаны с завоевателями, совершенно были другие виды, они вторгались. И у нас официально было 19 крестовых походов, официально, неофициально их было значительно больше. Естественно, но это практически постоянная война. Постоянная война с этими инопланетными вторженцами. Но непримитивные цивилизации, это понятно, раз там нет богов, там нет морали, и там возможны любые поступки, они ничего не застрахованы. Но они сами по себе разваливаются, потому что нет морали, все подлые вещи становятся, да, ну и поэтому они разваливаются, вот эти все цивилизации, которые сюда вторгались. Хотя их много, они, кстати говоря, практически все, практически всех разбил. Владимир, который ввел русский язык, у нас повез, авеста. Авеста это как бы уже общение не телепатическое, а вот именно звуковое. и русский язык, поэтому многие те цивилизации, которые от нас идут, от земля, они в принципе тоже приняли. Вот кого не уничтожили, да, не все, конечно, принимали, многие же Владимира тоже поддержали, но их много, поскольку этих цивилизаций, но их много осталось. Вот у нас в реальности у всех родственников там созвездия Ориона, созвездия Плеяд, созвездия Лебедя, Костиопея, их везде много. Вот именно наших родственников. Вот если бы мы говорили все на русском языке, с нами бы общались, но они потому, что говорят на русском языке. Но больше тоже где сказали вот, а языки ведь выводили искусственно но в языке. Потому что у нас была реформа, язык почему может быть только один, потому что у нас и письменность, и звуки, которые рождают язык, взаимоопределяющие были, да, звук рождает узор. И этот узор есть букву. Но если у вас нет этого, значит у вас искусственные языки вас в принципе привлекают на исчезновение. может у вас нет словообразования. У нас же было словообразование, у нас каждая буква имела смысл. И этот смысл у нас был вот годы революции гражданского дыни у нас было четыре реформы русского языка. вот в частности там убрали смысловую нагрузку на буквы. Они стали просто называться А, Б, В. То есть не так азбуки веди как было, да, а просто звук и все. А так мы могли из функции буквы всегда создавать аббревиатуру понятия. И это было слово. Ну, раз у нас это убрали, понятно, что язык выродился. У нас невозможно создать новое понятие. Сейчас новое понятие создают только заимствовав какое-то новое слово из иностранного языка. А так мы могли сами создавать. Но древнерусский язык не у всех ведь это все произошло. Особое внимание было именно земля. Почему именно земля? Потому что большинство не приняло православие, древне православия. Иван IV, конечно, рассчитывал, что у нас мощная система, мощная конфедерация земная в галактике, не только в нашем, в ряде других галактик. Ну видите, как получилось. И сейчас еще осталось тысячи опущенных землян в разных созвездиях, которые рассматривают принимать их в коалицию или не принимать. Но в частности ВОК, который мы создали, приняли коалицию. Хотя мы не как цивилизация, мы как движение принятое. Нам сказали, что если мы хотя бы десять тысяч наберем, тогда нас примут как микроцивилизацию. Но нам пока не светит такое количество людей. земляне в реальности опущенные, лишены возможности вообще думать. Их ведь разбавляли очень сильно клонами. Клоны живут, ну людей нет проблем. Если знаете, что земляне определенное время размножаются, то можно делать клоны в это время. Ну потому что нас как бы про время все эксперименты делают и думают, что раз не получилось, но оно зависит от времени, когда вы делаете многие явления. Так вот Владимир ввел авесту, то есть русский язык. И потом он объединяется с Баяном. А с Баяном произошло объединение. Почему? Баян во-первых не согласился с Иваном IV, то есть с Иваном Грозным, как его называют, но хотя он не Грозным, естественно, он переслал. Когда они ввели так называемое первозаконие, у нас в Библии нет первозакония, у нас только второзаконие, а ввели, разрешили убивать, убивать противников. Мы раньше их превращали в не опасную форму, чтобы они не могли воздействовать на нас звуком, но убрали. и в общем-то поэтому он ввел канон, преобразовал в Зент, и для того, чтобы противоставить Переславу, ему пришлось объединиться с Владимиром, и появился Зент-Авеста. У нас дело в том, что когда первое ввели, Танах, который Владимир ввел, у нас появилась Русь, и Русь она разделилась, у нас был Вавилон, да, появилась Иудея, там, потому что Дея были крещены, люди, Дея это бессмертный, Дея это бессмертный, Дея китайцы так говорят, Дея возник, но это Дея идет, Иудея и Русь, ну и вот это столетнее противостояние Руси и Иудеи, когда значит ввели русский язык Авеста у нас выделилось ну это тоже привело к расколу и у нас появилась вот ее сейчас Синяя Русь называют а вообще то это был Сан Узовая Русь но ее Синяя сейчас называют у нас все подвели под цвета Сан это ну понятно это и на санскрите ну и святой то есть связь со святостью потому что уже было недовольство что убраны все боги да всего шесть автора Владимира но рассыпалась эта мораль рассыпалась у нас же много всяких моральных правил было у евреев сохранилось там шестьсот правил но евреи они хранители в принципе вот и афереи они в действительности хранители они житцы они потомки житцов и они хранят вот старые наши знания а сами иудеи иудеи это жители жители как раз иудеи они не житцы вот евреи житцы но сейчас всех называют евреями иудеями даже ими называют неправильно и вот благодаря русскому языку мы могли защищаться потому что это в действительности русский язык это оружие это с помощью русского языка можно и превращать людей ну и тех кто на нас напал и умерщвлять ну и что угодно делать но русский язык еще поддерживался богами тоже не забывать это но из-за того что у нас перед этим была византия ну византия она всегда была владимир не сразу женился на принцессе византии она тоже с нами воевала да и она приняла православие византия приняла православие использовала наших богов против нас но ослабила этих богов естественно очень сильно и вот потом когда баян объединился с Владимиром появилась президента веста все кто были под баяном да руководитель они как раз были боляре как говорят до сих пор болгары потому что они с баяном были а нам сейчас бояр представляет как некое элитное общество у нас не было элит у нас были люди различались по совершенству и по долгожительству между собой а так в плане имущественного какое-то разделение его не было проблем с имуществом вообще не было проблемы были с уровнем совершенствования сколько человек смог достичь божественных даров потому что каждый бог внес дар какую-то возможность мог но человек ее владевал этой возможностью вот появилась зентавеста вот зентавеста как раз произошло выделение Малой Руси Малая Русь которую сейчас называют Украиной Малой Руси это не стало но название Украины осталось возрождено времена фашизма там подкидывали как раз дрова в том чтобы украинцы были ну а потом поскольку Владимир предъявлен был еще очередной ультиматум чтобы он убрал вообще всех богов этих шести этих шесть тоже богов ну чтобы перевести нашу цивилизацию с божественного уровня на обычный одновременно вот но он все равно просил их одного бога хотя бы оставить вот он оставил и поэтому ввел толмуд толмуд это уже однобожье было ну вот на этом собственно говоря реформы Владимира остановились правда там то что потом с Христом случилось но Христос он пришел на помощь как раз своей матери Марине Мнишек которая Дева Мария сейчас называется она была женой значит у нас же Дмитрий Первый был которого Вина настоящее имя и был Лжедмитрий Второй Балт Балт имя у нас Балтика есть да то это все в честь этого и Вена и города есть и Венеция Вена это все в честь Вены и Марина она была женой сначала Балта Балтасар по Библии проходит а потом когда его убили она стала супругой Вены но с Балтом они прожили много не одну сколько-то тысяч лет и у нее был сын Арест который потом возглавлял Марс цивилизацию Марса второе название Марса Арест и вот первые христиане это аристократы как раз были но потом переименовали в христианцев креста хрестаса он получил арест такое название потому что он женился на Марине Магдалине но об этом в Библии нету но это так он женился на Марине Магдалине она была анткой у нас есть икона вознесения Марины Магдалины это волосатая женщина на этой иконе это видно и вот женившись он фактически тоже хотел повторить как и Владимир но его полонили писеглавцы римляне и в общем-то распяли но Христо его Христо называют потому что многие же не поняли его поступка потому что у нас была чистота крови идеология и поэтому его назвали скрестив скрестившимся Христом крестом да скрестившимся санками ну и поэтому у него второй был крест ну так говорят до сих пор европейцы крест не Христос а Крест а Христа он получил когда в 1920 году вышла Библия как раз произошла одна война вышла Библия которую раздали всем бесплатно но это ладно это отдельный вопрос сейчас к нему еще вернемся но и произошло объединение как раз поклонников крестаса то есть крестьян последователей крестаса крестьяне и Христофериан Христофериане это последователи Христофера святого это песеглавец но на иконах сейчас их везет их икону тыкали это как раз римляне песеглавцы вот объединение и получился Христос то есть такого нет вообще в природе человека существа или еще что-то есть крестас и есть Христофер но вот появился Христос поэтому христианство ну и вот было при Велгиме три книги 4 4 Талмуд это было значит канон на смену канону Танах Владимир Ревел потом значит Ависто и Зентависто ну и потом появился Талмуд и вот в этот как раз момент выступает у нас Александр Невский который тоже всех разбил но у нас вот именно в это время это было мощное такое противодействие это восстание было перед этим было тоже два восстания но они были не очень успешны это восстание Колобка и восстание Одина Один в настоящее время это мы знаем как Дмитрий Донской но у нас всем святым давали вернее всем кому нас крестили давали число один поэтому Один у нас есть один цифра Разину когда крестили у нас раз число появилось вот потом когда крестили Марине Мишек Мона появилась Мишек Мона когда крестили Колобки у нас Кол появился но в Пятерике Киевской Печеркой Лавры там описано пять крещений но там названия все другие то есть он уже переписан там Мстислав фудолом фудолом якобы крестили в Ольге там крестили кресток крестили но это все не так там имена всем другие Ольга вообще не имя Ольга это слушательница в переводе на современный язык ну и вот Александр Невский он в общем-то разбил псов рыцарей то есть он Рим победил но их отравили отравили все войско посыпали там специальным это лихорадка перра есть такое заболевание которое ну нет инкопационного периода люди сразу умирают поэтому мужчин у нас не было и стала командовать Александр Добричей стала на его супруга ну и вот это она вела Зоар она разрешила выходить замуж и жениться на Готов за Готов и за Антов ну и у нас появилась и кровь А и кровь Б так-то у нас отрицательный резус и группа нулевая но тут и группа А и группа Б потому что Готы у них есть Оз Готы и Вес Готы но у них разная кровь а резус фактор это фактор Антов ну вот у нас такое разнообразие в крови появилось вот Зоар это разрешил раньше только разрешено было царям это делать но теперь разрешили всем но из этого у нас кровь изменилось но после этого уже в конце 18 века уводят Мишу в этот момент у нас 18 именно веке произошла подмена Петра Первого но Петра Первого это не наш царь это царь был Готов Петр Первый и у нас почему честь Петербург да но якобы честь царя Петра нет это честь как раз Гота вот у него сыновья же все Готы были Петра Первого но а вот этот вот Петр его заменили самозванцем это был Батомок Песеглавцев Батомок Песеглавцев и он уже провел эти реформы вот известная реформа Никона ну Никон это как раз название или прозвище Петра самозванца Никон ну ему противостоял его сын Алексей ну а нам его представляют как абакумом ну сейчас его абакумом называют вообще-то абакум вот баков часть него назвали в свое время абакум это вообще-то Будда Будда и абакум они тоже перевод это рассветленно означает и вот как раз Алексей он все-таки сможет потом победить Петра самозванца Петр и Павел это тоже же его родственники Алексея да но их тоже уничтожили Алексей Алексей у нас вообще проходит как Зино еще Зино который в общем-то когда его полонили он для того чтобы вот не сказать ничего да он откусил себе язык и выплюнул в лицо палачей ну и его причислили к святым понятно и название это Петербург это в честь Алексея и того Петра которого подменили Петр он сидел в астилии в железной маске тогда это все было еще Римской империи ну и название Петербурга Сан-Гут Петербург но сейчас говорят сокращенно Сан-Гут к этому с Гутами у нас в общем-то связь хорошая Магелланы это они потомки молодого Ивана который нам представлен но он у нас вообще прославился как Магомед этот молодой Иван ну и вот дальше пошло книжка Мишна ну или Мишна некоторые называют это священная тоже книга которая отменила перевоплощение но это первый самозванец сделал вот эту такую реформу понятно что сразу в общем-то опять разделение было сначала Толмог когда вели появилась Червоная Русь которую сейчас Червоная Русь называют но это как Красная Русь когда Заара вела получилась Белая Русь тоже вызвало разделение Белая Русь но когда Мишну появилась Чур Русь то есть они не хотели отменять превоплощение а Чур это предок и ее Черная Русь назвали поэтому у нас была и Красная и Синяя Русь и Черная Русь и Белая Русь и Малая и Великоруссия Великоруссия появилась когда Владимир обьянил Византию с Русью вот поэтому у нас в царские времена паспорта давали не русским а великороссам то есть мы имели такое звание великоросса но вернемся к нашей галактике я уже сказал что до 4000 лет наша Солнечная система облетает центр галактики но свет он у нас летит ну считается 300 тысяч но не так у света самые разные скорости могут быть и у нас разные понятия были света ну был свет естественно был блист был фар был люм был зар это разные скорости света вот самый быстрый для нас это который имеет 300 миллиардов секунды не 300 тысяч километров в секунду а 300 миллиардов и у нас потому что ну раз 2-4 тысячи лет земля крутится да то несложные расчеты показывают что диаметр галакти всего 5 с небольшим световых лет то есть вполне приемлемо мы можем спокойно летать а вот свет например он чем-то разный поскольку скорость есть вообще вот 300 там километров в час скорость света но это медленный свет но их тоже все используют там но это не не об этом сейчас речь и поэтому да в общем-то путешествие по галактике было обычным делом по метагалактике тоже обычное дело ну и по космосам тоже это было все нормально но и у нас за время так сказать когда произошла апокалипсис потом вот македдон 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 пытались закрыться закрыть землю куполом построили купол он сейчас есть просто от нас это скрывает но есть то есть если посмотреть даже на пути вот как двигаются у нас корабли да вот они всегда стоп отплывает эти столбы они четко видны по путям по ну близко как экватор он не держит этот купол у нас ну это и Блаватска писала ну а Блаватска позеркнула от тибетцев которые говорили о пяти цивилизациях которые были на земле ну и вот цивилизация первая это Гекатанхейры которые уничтожили апокалипсисом вторая цивилизация у нас Титана которые уничтожили Титана Махи когда ну тут много цивилизаций вторглась это вот и Ханн-Аунуман Ханн-Аунуман командовал это люди-обезьяны ну это и в общем-то в Махабхарате об этом пишется и Сиглаты тут присутствовали и люди-медведи присутствовали но они с разных планет в реальности они в общем-то смогли Титанов победить ну и сбросить их в Тарт ну не в Тарт а в действительности во внутреннюю землю там Титаны сейчас есть третья цивилизация была Исполинов вот Исполинов это условное название у нас потому что было очень много людей с разным ростом потому что разные возрасты поэтому разный рост вот и Могучяне и Вилеты и Волоты это все разный рост может геккотанхеры до 150 метров вырастали но у нас самые большие найденные остатки вот этих Титанов у Титана где-то 6 метров только череп был вот у меня приведены приведена фотография то есть самосвал стоит и череп этого Титана ну вот размер самосвала представьте и череп это Титаны Исполины они конечно поменьше они Титаны это метр 50 размером рост ну а Исполины они были раза в 3 меньше ну то есть это где-то в районе 20 метров но они сейчас тоже есть эти Исполины так вот Исполинов их уничтожили тем что смогли внедрить мысль что Земля плоская я не знаю почему так получилось и вот у нас Нибиру летает и Немезида летает да и вот захватчикам удалось переселить Исполинов ну и всех этих и Мазучан и Великанов и Гигантов и Верзил на эту планету а она же летит по Солнечной системе когда холодно ну там минус 273 градуса в космосе да ну 263 потому что в районе Земли там 10 градусов Керенов все-таки есть но все равно это у нас минус 70 и человек превращается в сосулю но они там погибли все ну Асфи тоже сейчас Нибиру подлетела подлетает но тоже хотят туда переселить мы же уже приняли идею плоской Земли ну понятно мы сразу переведены мы неразумны неразумны они выпадают из галактических законов мы рабы мы ничего не понимаем мы неразумны ну поэтому нас можно переселить вот ну нам вот ВОКу статус продвинутых людей то есть это неразумно еще ну то есть до разума мы не дотягиваем но уже все-таки мы можем остаться на Земле все члены ВОКа они могут рассчитывать на то что что-то остаться ну и вот есть мысль все-таки вернуться к членству ВОКа ну то надо еще обдумать как это все сделать потому что недостаточно одной молитвы вот которую которую что-то позволяет считать нас членами ВОКа ну а если вводить членство то надо обязательно вводить типа собеседования ну я думаю это в ближайшее время мы сделаем потому что переселение оно планируется вот-вот произойдет но я недосказал про Атлант после Испаринов Атланты Атланты они не очень высокого роста но до 6 метров так 4 обычно но у них тоже есть они тоже живут Испарин тоже живут мы их тоже встречаем понятно что они особо не светятся потому что их же сразу уничтожат тот же Римская империя она сечет за этим Атланты были уничтожены и сначала произошла ядерная война вот эту войну ее сейчас исследовала такая очень авторитетная организация как МИГТ которая следит за всеми ядерными взрывами ядерными станциями происходящими ну и строящимися на земле это МИГТ это международная организация и они в общем-то выяснили что война была одной стороны была Европа Азия Америка обе а с другой стороны выступала Австралия и Африка и говорят что это была гражданская война они значит сделали так следовали что все месторождения урана Африки и Азии там есть индекс ну то есть примеси всевозможные да когда создавали вот ядерные бомбы вот они упали их много кстати упало на Азию Европу Америку там вот эти вот карсовые озера там образовались внутри этих воронок так называемых в результате этой ядерной войны так вот все примеси нули индекс совпадает с месторождениями Африки и Австралии а вот те оборонки которые образовались на теле Африки и Австралии они имеют индекс месторождений Америки Азии и Европы то есть была ядерная война в 1920 году многое гражданское но это не так это была война видов потому что у нас и Африка и Австралия заселены были инопланетянами и там было беспробудное рабство ну практически людей там их очень быстро извели но они все время нападали там набеги делали и в общем-то брали как раз себе вот этих людей ну у них мясоедство развито вот и людоедство в частности ну поэтому их уничтожили там сейчас нет вот этих всех а у нас много было и люди оленей и люди медведей и люди коты и люди ну их много было хотя год потом наши союзники люди медведей тоже наши союзники стали много тех которых ну калин царь допустим да кали у индусов сохранился это царь людей и змей а у них в реальности вот хоть он и калин царь да в реальности это однополая цивилизация люди и змей они имеют только женский род у них правда грудь есть да три груди даже ну как очевидцы говорят тело змеи но руки есть руки с ног нет но они могут ползать естественно али вот их возглавляла ну кали женщина она одна из страшных действительности вот их цивилизации но цивилизация тоже однодневка они долго не будут жить понятно и вот атланты они вот это вот межледовая война привела к гибели цивилизации атлантов ну представляете там взрывов стоять много было вообще для того чтобы уничтожить цивилизацию достаточно 4 мегатонна взрывать плотно населенных районах земли и много где леса если взорвать 4 мегатонна достаточно но там от 4 до 28 в реальности да мегатонн уничтожится полностью цивилизация там во-первых начинаются пожары которые не потушат они уничтожают уже все все цивилизации но все население там выжить в этом смоги то ведь невозможно вот и поэтому атланты были уничтожены хотя в общем-то но вот маленький народ им было проще но нам нашим ростом было проще выжить поэтому мы выжили но и сейчас вот мы в общем-то распространились по земле тем более была философия что надо много детей рождать чтобы восстановить но так и произошло много детей рождали тем более еще жильцы сохранились наши но которые помогали всему этому процессу восстановлению цивилизации но она растянулась то есть в 1820 году значит ядерная война произошла но это точная дата 1820 а вот в 1837 году из-за того что Антарктида ну я сейчас Антарктида вернее Арктида из-за того что там нарастал лед давление это ведь упало было две атмосферы еще в 18 веке оставалось две атмосферы давления остала одна атмосфера ну и понятно что снег он никуда не девался ни с Арктики ни с Антарктики и поэтому он накопился и Арктика опустилась она опустилась и появилась волна где-то полтора километра которая не один раз обошла землю понятно что много людей погибло практически народа не было почему у нас народ стал в лохмоть одеваться цивилизация была развита одеваться в лохмоть потому что ничего не работало но смогли восстановить потихонечку ну вот это потоп но я вычислю то что 1842 год это я вычислил да но сейчас очевидец появился он сказал 1837 произошел потоп вот но многие люди они ну еще летательные аппараты были не смогли в общем-то выжить выжить на этих летательных аппаратах которые смогли там на горы куда-то переместиться ну спастись короче говоря но и сейчас ну во всяком случае это было в 19 веке вот сейчас да в XII веке издана что-то энциклопедия британская ну тягает в том что была тартария да вот причем они там назвали девять тартарий и Великая Тартария и Китайская и Независимая и Московская и Тибетская и Узбекская и Монгольская и Кубанская и Малая тартария девять штук в реальности это были вот поселения но это как поселение тех людей которые прибыли с разных планет их было много этих народов там много сейчас на земле но они из разных планет потому что погибших планет прибыли поэтому такое разнообразие у нас населения ну и вид у них тоже разный и анатомически они тоже иногда не совпадают и кровь тоже иногда не совпадает но много конечно от завоевателей пришло хотя вот эти все которые жили в Солнечной системе они все имеют и одинаковую кровь и одинаковую генетику потому что все они земли но тем не менее вмешивание смешения вернее с захватчиками с теми же со мной безиглавцами у них там 13 видов крови с хазарами ну там не меньшими этих видов кровей вот создает несовместимость некоторую а у нас вот была вот сначала значит у нас была красная Русь да малая Русь синяя Русь белая Русь ну вот вот эти были Тартай они не играли никакой роли британская энциклопедия заменила все эти Руси Тартарией всегда играла роль Русь ну которые потихоньку тоже уничтожали но вкратце это вот такая в чем-то космическая наша история и я думаю и я думаю что вот сейчас в силу того что человечество медленно просыпается да ну если мы сможем набрать ну хотя бы 10 тысяч человек да ну то есть чтобы мы остались на земле чтобы нас никуда не переселяли а ядерную войну которую в общем-то сейчас планируют создать наша закулиса ну то есть Римская империя да но ее можно пережить можно пережить потому что можно использовать вот эти приборы которые Эльвита называются но они против вот этих радикалов которые возникают при облучении в организме собственно говоря они нас губят а Эльвита она их компенсирует но можно если Эльвиты не найти ну и если вот ей сейчас разработчик умер в общем-то она как бы заглохла можно ее компенсировать тем что просто обливаться холодной ну или теплой водой но взрослой тела и дать воде испариться периодически так вот обливаться у нас возникают отрицательно заряженные ионы которые компенсируют эти положительные радикалы ну и можно выжать в ядерной войне ну конечно если вы не попали под саму ядерную бомбу потому что ядерная война это и ударная волна на которой 30-50% энергии всей и 40% это световая энергия которая в общем-то ну она и ослепляет и выжигает все не надо конечно попадаться но если попались понятно что это уже конец у нас после ударной волны идет стена огня которая все сжигает тоже у нас потому что вот эти вот нагасаки хиросини когда материалы эти еще печатались люди были голые они кто пережил рассказывают ну потому что это стена огня она кстати почему-то не учитывается потом та же самая ударная волна она же всех тащит от нее надо спасаться если в закрытых помещениях только закрытые тоже рушится она может разрушить но если хорошие типа бомбоубежище там не разрушишь ударная волна их обходит ну и потом если мы сможем сохранить хотя мы можем конечно и предотвратить эту войну и вообще все человечество если вступит в ВОК да то есть ну все конечно не вступит если мы ведем сейчас еще экзамен не экзамены а собеседование понятно что не все пройдут потому что у нас же много клонов у нас вот русское население очень сильно разбавлено клонами вот позапрошлом году например в Новосибирске 20 тысяч детишек там полутора годовалых распределяли по детским домам это все клоны они понятно взяты в разные семьи они будут выращены они получат образование они получат воспитание они получат русский язык но мозгов у них нет по определению понятно ну хотя конечно их тоже жалко это тоже живые существа но они должны тогда или принять поверить ну и хотя бы спорить с тем что было в реальности на земле вот но это не только ведь Новосибирск во всех городах такие вещи делают они в Европе в меньшей степени в России больше потому что здесь земля больше ну вот вкратце у нас такая вот история но это вот как раз связано с космосом ну и то что нам сейчас и межгалактический совет может помочь предлагает в какой-то степени помощь а лица тоже в общем-то не возражают но она нас уже приняла вот осталось то осталось только за человечеством принять решение какое оно примет но я думаю что из-за того что здесь очень много всевозможных иллюзий непонятно что оно примет но что касается вот что там все цивилизации нас не спасает но кого спасать там ведь вы думаете эти все цивилизации общаются мир с собой да нет 400 миллиардов звезд ну какое общение может там про всех ты не можешь знать только про немногих понятно что это о помощи не приходится говорить надо рассчитывать исключительно на себя но всем пожелаю хорошего настроения хороших эмоций положительных потому что они могут упредить именно эти эмоции ту войну которую в общем-то могут развязать наши захватчики всем хорошего настроения и до свидания и до свидания и до свидания